Друзья, сейчас у нас, как бы никому не секрет, у нас достаточно тяжелое и сложное время в Украине. Многие верующие соединяются в том, чтобы молиться за мир в Украине. И еще раз и еще раз я хотел бы вас призвать к этому, к тому, чтобы молиться о том, чтобы пришел покой, мир и порядок. И вот та неделя, которая будет, братья из Пятидесятнических союзов, из других союзов, они призывают объединиться вместе верующим, тем, кто верит в силу Господа, в молитве и посте за все те события, которые сейчас происходят, чтобы все Бог поставил на свои места. Понимаете, да? Поэтому, если у вас откликается это в сердце, я верю, что должно откликаться, присоединяйтесь, пожалуйста, можете совместно это делать, можете брать какую-то цепочку молитвенную, и поощряются молитвы, поощряются, встречивают в этом плане, понимаете, да? И кто может день попаститься, кто может быть три попаститься, кто больше, как у вас получается физически, но хотя бы таким образом постарайтесь поучаствовать, поучаствовать. Молитесь о семьях, которые переживают сейчас тяжелые времена, о которых близкие погибают. Молитесь о солдатах, которые сражаются. Молитесь о мудрости для тех, кто руководит всеми этими процессами, за всех, понимаете, да? Я верю, что в этом-то верующие люди должны принимать участие, потому что наша брань, она не против крови и плоти, наша брань против тех духовных сил, которые стоят за всем этим, против этого духа смерти, духа разрушения, духа, который приносит горе и беду в жизни людей. Чтобы на тех местах, где тяжело, чтобы Бог являлся. Молитесь о капелланах, которые находятся сейчас среди солдат, чтобы Бог давал им мудрости приобретать сердца, давал им возможности свидетельствовать, чтобы были явлены какие-то чудеса, такие, как были явлены в войнах Израиля. И мы верим, что Бог, Он там. Мы верим, что Он проходит вместе с этими ребятами, вместе с ними это поприще. Мы далеко не все понимаем, не все мы можем оценить адекватно, но тем не менее, давайте мы будем молиться об этом. Аминь? Аминь. И давайте мы сейчас склоним головы и помолимся. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты слышишь нас, и что есть сила у церкви Твоей, у тела Твоего, Боже, взывать к Тебе и ходатайствовать, быть теми, кто Господь может говорить о Тебе. В это сложное время, Отец, мы просим о мире для Украины. Мы просим о том, чтобы Ты, Господь, помиловал нас, как страну, Господь. Мы просим о том, чтобы пришел Твой порядок, пришло Твое устройство, пришел, Боже, пришел покой в сердца людей. Господь, просим заступничества, просим, Боже, Твоего участия, просим о том, Господи, чтобы ни один теракт, он не свершился, Господь, чтобы были разрушены всякие планы, Боже, тех, кто замышляет зло людям, Господь. Боже, да не будет этот совет, он успешен, да будет мир и покой, Господь. Мы просим о том, чтобы Ты сверхъестественно сохранял жизни солдат, мирных граждан, Господь, сохранял Божьи инфраструктуры, давал милость, Господь, для нашей страны. Мы просим о том, чтобы Ты давал мудрость, Господь, руководство, чтобы Ты благословил Божьей мудростью, принимать правильные, адекватные решения, Господь, чтобы на всех уровнях был покой. Мы просим о том, Господи, чтобы Ты позаботился о людях, Господь, особенно о верующих людях, Господь. Мы просим о том, чтобы в это сложное время был хлеб, было все необходимое для жизни и благочестия, Господь. Благослови тех, кто ищет работу, Господь, чтобы находить эту работу, чтобы семьи не голодали, чтобы, Боже, была милость явлена. Господь, спаси, мы вызываем к Тебе, мы смотрим туда, в горы, откуда приходит помощь, Господь. Мы просим для каждого, кто является вынужденным переселенцем сейчас, Господь, мы просим устройства, мы просим, Боже, поддержки в этом, Отец, во имя Ишуа Мессии. Господи, мы знаем, что Твое сердце болит за этих людей, мы знаем, что Тебе не безразлично, что происходит, Господь, и мы благодарны Тебе, что Ты принимаешь участие, и Ты, Боже, бережешь. Боже, и особо мы просим за наших братьев, которые служат, за капелланов, Господь, которые знают Тебя, которые там в это время, Боже, несут слово, Господь, пускай они будут этими островками силы, Господь, островками, источниками, Господь, через которые бы Ты был явлен там, в этой тьме, Господь, чтобы Ты использовал их чудесами, знамениями, чтобы они возлагали руки на больных, раненых, Господь, и были чудеса, Господь, чтобы, Боже, чтобы пули не попадали и снаряды не попадали, Господь, просто являй силу Твою, как Ты являл, Боже, воином Твоим, во многих войнах, Господь, Боже, кто-кто, но Ты в войне разбираешься, мы в этом знаем, Господь, и Ты способен провести верующего человека и сохранить, и явить силу Твою, Господь, благослови их каждого, Отец, и мы просим особо еще также за верующих на всех этих, Господь, сложных территориях, мы просим поддержки для каждого служителя, для каждого, кто знает Твое имя, Боже, чтобы сердце их не ослабевало, чтобы руки не опускались, чтобы не приходило отчаяние и апатия, Господь, но чтобы, наоборот, их вера, она укреплялась. Во имя Ишуа Мессии, благослови, Господь, благослови, благослови, защити, Боже, помилуй и дай Твою благодать, Господь, во имя Ишуа Мессии. Амин. Поэтому, друзья, организовывайте, может быть, очереди, организовывайте, может быть, цепочки молитвенные, звоните друг друга, ободряйте друг друга, не поддавайтесь какой-то такой безумной панике, будьте мудры во всем, и помните, что Бог, Он не оставляет нас, Он не оставляет нас, как бы вот все это не выглядело, как бы все это не выглядело. Иногда Он делает что-то, что больше нашего понимания и нашего представления. То, что Олег говорил о фараоне, о еврейском народе, мы читаем это как сказку сейчас, но вы знаете, что? Жить в то время было ужасно. Очень и очень ужасно. И евреи, они не ходили какими-то козырными тузами среди этих египтян. Они были, ну, послушайте, никто из нас не хотел бы быть теми, кем были они тогда там. Понимаете? И Бог являл силу, и никто из них до конца не видел всю картину, но Бог являл свою силу, и сейчас Он являет свою силу. И сейчас Его мышца сильна. Поэтому укрепите свои руки, укрепите свою веру, ходатайствуйте, ибо больше некому. Понимаете, да? Становитесь в эти проломы, потому что кто, если не мы? Молитесь, поститесь, помогайте, пускай вас Господь в этом благословит. Аминь. Вот такое вот ободрение. Итак, Боже, благодарим Тебя. Мы просим о том, чтобы Ты вкладывал нам Твое Слово в сердце, чтобы Ты назидал нас из Слова Господь, чтобы Ты учил нас. Мы благословляем Твое имя Божие, и мы благодарны, что Твое лицо обращено к нам. Во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь. Итак, друзья, я сегодня хотел бы поделиться с некоторыми вопросами, которые я по-прежнему верю, что очень важны. И я верю, что эти вопросы, они влияют на нашу жизнь и на наше служение. И вы знаете, в большей степени разговор пойдет о связи человека и Бога. И о тех взаимоотношениях или той глубине взаимоотношений, которые мы с вами называем заветом. И я очень люблю тему заветов, всячески ее у себя в голове, в сердце прокручиваю, рассматриваю, потому что я понимаю, что на самом деле очень много есть каких-то таких слоев, которые не совсем понятны. Такое ощущение, что ты делаешь какие-то раскопки, и ты понимаешь, сколько много ценного и хорошего там сокрыто. И размышляя последнее время, Бог мне напомнил несколько вещей о заветах и о том, что с этим связано, которыми я бы хотел поделиться. Вы знаете, что в нашем внутреннем человеке мы с вами склонны все упрощать. Правда? Вот вы замечали за собой? Мы так проще запоминаем какие-то вещи. Например, мы говорим вот примерно следующее. Каждый человек является человеком грешным. Знаете такое, да? Мы грешные люди, Бог нас сильно возлюбил, послал Иисуса, мы спасены, и теперь все хорошо. Это Евангелие вкратце, в четырех словах. Правда? Четыре духовных закона. Все очень просто. Ну, то есть, простые формулы, которые помогают нам запоминать какие-то сложные вещи. Правда? И на самом деле, очень много есть таких формул. И в зависимости от нашего религиозного воспитания, от того, в какой конфессии, у нас могут меняться разные слова во всем этом, да? Но суть их остается примерно одна и та же. И вы знаете, я соглашусь с таким подходом, с таким порядком, однако, вот в таком упрощении мы склонны упускать иногда очень важные моменты, которые очень принципиальны. Они влияют на то, как мы мыслим, и на то, что является на самом деле истиной, что является правдой. И для начала я бы хотел коснуться истории одного пророка. Вы знаете, что многие пророческие книги мы с вами, когда читаем, мы тоже действуем по определенной формуле. Да? Как может выглядеть эта формула, когда мы открываем какого-то пророка, например, Иезекииля, Исайю, Иеремию. Это такие вообще имена для нас необычные, для нашего уха. Что мы говорим? Это был пророк, он пророчествовал о грехе, он призывал, чтобы все покаялись, они не каялись, поэтому всех наказали. Это краткий пересказ книги пророков, правда? Всего новим, если так посмотреть. При этом, кто они, когда они жили, о чем говорили, кто был этот человек, мы абсолютно не думаем об этом, правда? Ну просто, в общем, для нас это работает, это нормально. Читал пророков? Читал. Вот так вот спроси, о чем проповедовал пророка гей? Кто-то скажет, есть такой пророк? Да? А Михей? А в чем разница между Михеем и Агеем? Так посмотреть, ну какие-то имена, но короче. Ну послушайте, это находится в Библии. Вы представляете, это настолько важно, что Бог посчитал, что это надо поместить в Библию. и кажется, какие-то там цари, скажи тому, сему, пятое, десятое, и ого-го-го. Да я бы никогда в жизни это не включил в Библию. Ну вот серьезно, если так посмотреть, нам нужен контекст, нам нужно понимать, что там происходило. И вы знаете, когда мы делаем над собой немножко больше усилий и выходим за рамки вот таких простых религиозных клише и формул, оказывается, вы удивитесь, там очень интересно. Оказывается, мудрость Божья намного больше, намного глубже и намного, ну скажем так, применимей для нашей жизни, чем мы себе представляем. Потому что достаточно сложно применить Агея, например, да, к своей жизни. Кто последний раз применял Агея к своей жизни? Татьяна Михайловна. Вот. Еще там я вот руку в конце вижу, да, и вот там вот. А как вы применяли, потом мне расскажете, хорошо? Я не помню, когда, например, я применял Агея к своей жизни. Я с вами буду искренен, хочу исповедоваться, я не помню. Понимаете, да? Итак, есть одна очень интересная история. Этот молодой человек, он был пророком. Оказывается, он был молодым, и он был пророком, и жил в очень сложное для Израиля время. Вообще, у Израиля полно было сложных времен, как в Украине просто, только у них еще хуже было. Постоянно что-то происходило, постоянно какие-то сложности. И на тот момент, когда родился этот молодой человек, царство израильское, мы помним, что оно состоялось с 12 колен, оно разделилось. Так случилось. У них были свои сепаратисты, у нас свои есть, которые там покоя не имеют. Но и в том случае, и в этом случае была война. Но это было всегда сложно, согласитесь. Потому что это были братья также, это были не просто родственные народы, это был один народ. Это когда-то, давным-давно была одна семья. И стало Южное Царство, у которой так повезло, у них был храм. И храм было очень важное стратегическое место, потому что Господь, Он сказал, что только в храм можно приносить жертвы, и только там я буду пребывать. Десять колен других сказали, ну в общем-то, ну и что? По политическим соображениям мы не согласны подчиняться Равааму, помните, да, это сын Соломона, то есть это было при его глупом правлении, такое вот разделение Господь допустил. Они сказали, мы построим у себя в Самарии тоже храм, построим тельцов, нет вопросов, Израиль, туда не ходи, сюда ходи, здесь приноси жертвы, а там не приноси жертвы. И вот они не любили друг друга, вы знаете, очень сильно не любили. Так что Писание иногда рассказывает, что они собирали армию в полмиллиона для того, чтобы идти войной друг на друга. Представьте, только полмиллиона людей. это же как надо не любить друг друга. Братья, ну вот они собирались. Итак, человек этот родился в Северном Царстве, как раз в той половинке, где не было храма. И мы понимаем, что он, возможно, был священником, но точно Писание нам не говорит, но уж точно, что мы знаем о его жизни, что то, что он видел, вообще ему не нравилось. Он видел, как люди отворачивают свои сердца от Господа и прилипляются к идолам, ходя в Самарию, принося там жертвы, приглашая Ваала в свою жизнь и начиная ему служить. Понятное дело, что сложно. Бог, глядя на все то, что происходит, он тоже не радовался вместе с этим пророком. Он тоже был против поэтому он подумав, подумав, говорит так, за ваши грехи, Северное Царство, пойдет Осирия на вас, могучая империя, очень могучая, очень сильная, очень серьезная и завоюет вас за то, что вы вот туда не ходите, куда нужно, за то, что вы грешите, за то, что ваше сердце было прилеплено не к тому месту, не к тому идолу, вместо меня вы начали ходить к идолам, Господь говорит, а Осирии в это время Бог обращается и говорит, что на самом деле ты не гордись, потому что ты просто инструмент моего гнева, я погневаюсь и их прощу, а ты как палка, пастуха, я тебя сломаю об колено, потому что ты всего лишь палка, ты орудие моего гнева и память о тебе будет стерта, что, собственно говоря, и произошло, но на тот момент эта палка была очень болючая и очень серьезная для Северного Царства. Понимаем, да? Итак, пророк живет в этом Царстве. Вы знаете, кто этот пророк? Видите, надо читать пророков. Много интересного. Итак, тем не менее, он был не единственный. Целая череда пророков появлялась. Появлялась и говорила, одним из них, те, кто был в его время, был Исаия, другой был Амос. Они пророчествовали. Вы помните, как пророчествовал Исаия? Вы читали Исаию, правда? Как пророчествовали? Покайтесь, вы там та-та-та, суд, наказание, воу, воу, просто, ну, вообще, гром и молния. Я боялся бы встретить этого пророка. И не знаю, что он скажет. Согласитесь, да? Иногда эти пророки были очень странные люди. Однажды один царь послал к пророку, да? Помните, целых 50 человек отряд, просто молния сошла, к Илье они послали, да? И все, и нету отряда. Послали еще раз отряд, нету отряда, сгорели все просто. Третьи приходят и говорят, пожалуйста, перед тем, как мы с тобой просто поговорим, давай договоримся, между нами ничего личного нет. Я просто послан царем, чтобы позвать тебя, не убивай нас, пожалуйста. Понимаете, да? Странные люди боятся, ну, можно было и нужно было тогда таких пророков. Итак, их, их послание, Исаия Амоса, оно было очень сильным, очень обличающим, очень строгим. Оно несло суд и наказание. И если их послушать, то выхода нет, фактически, да? Либо тотальное покаяние, либо выхода нет. Просто ты обречен. Все, Господь велик, сидит на престоле, как в Исаии 6 главе, мы читаем, да, окруженных херувимами, и весь такой, ну, просто страшно. И, тем не менее, мы знаем, что северные колена, они не прислушаются к этому посланию. Строгости, посланию ответственности, посланию, которое несет, вот именно, исправительную такую черту от Господа, правила от Господа. А Сирия завоевывает Израиль и устанавливает свои порядки. И мы знаем, что это весьма и весьма было тяжелое время. Итак, имя пророка. Имя пророка означало спасение. Вы знаете, что имена в Писании давались очень часто с определенным смыслом. Имя этого пророка означало спасение. Может быть, кто-то знает, как его звали в наших Библиях. Осия. Совершенно верно. Вот такой вот неизвестный пророк. Его можно иногда в нашем разуме поставить вместе с Амосом, Авдием и Михеем. Осия. О чем он говорил? Мы никогда о нем так не смотрели. Правда, это просто Осия. Всего лишь 14 глав мы проскакиваем и говорим, хух, слава Богу, это было не ко мне, это было к ним. Пойдем-ка мы к Новому Завету. Там все понятно. Там еще можно как-то это применить в наше время. итак, давайте посмотрим, как он начинал свое служение. Посмотрим с первой главы, со второго стиха. В первом стихе описано, когда именно и при каких царях он проповедовал и что это было. Это важно было знать, согласитесь, мы хотя бы можем понять, где это было, во сколько времени и так далее. И мы читаем со второго стиха. Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь Осии. Вот представьте, начало слова Господнего к Осии. Вот представьте, вы живете, такой молодой, красивый, верующий человек, и тут начало слова к Осии. К вам начинает говорить Господь. Это первое, что вот вы простой, сельский или не сельский, но на то время все село по сравнению с нашими городами было, да? Парень, ты вдруг понимаешь, тебе проговорил Господь. И он говорит прекрасное слово. Иди возьми себе жену-блудницу. Уже неплохо, правда? Вы просто подумайте, что сказал Господь ему, да? Хотите быть пророком? Так почитаешь, так не особо, правда? Этих пророков били, тюрьму садили, они умирали мученической смертью, им вот, пожалуйста, пойди возьми жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. Ну, по-разному, понятно, Господь может говорить к людям, но вот он сказал вот в самом начале, я бы, если честно, очень сильно задумался над таким словом. Согласитесь, да? Особенно в нашем с вами обществе мы привыкли все проверять по Писанию. Ну, как бы, такое слово грех было бы не проверить по Писанию. И что бы мы сделали, или что бы мы увидели, если бы мы посмотрели в Писание? Мы бы вспомнили Второзаконие, 23 главу, 17 стих, где написано «Не должно быть блудницы из дочерей Израилевых и не должно быть блудника из сынов Израилевых». То есть, первое, не должно быть. Пойди, возьми. Во-первых, их не должно быть. Ну, то есть, явно, что если они есть, то, как минимум, Господу это не нравится. Богу не угодно, чтобы люди блудили, как мужчины, так и женщины. Вот. Что бы мы еще вспомнили? Мы бы вспомнили второй стих Второзакония 23 главы. И там написано, что сын блудницы не может войти в общество Господне, и десятое поколение его не может войти в общество Господне. Просто задумайтесь. Сын не может войти в общество, он не может прийти в храм, он не может прийти и стать частью Божьего народа. Понимаете, да? То есть, у Осия, он же понимал это. И дальше написано, и десятое поколение его не может войти. То есть, это не просто вот как бы в следующем поколении все нормально. Почему ты не в доме Господнем? Потому что мой прапрапрапрапрапрапрадед был блудником. Неплохо так, да? То есть, нет надежды, нет спасения, нет вообще, ты не можешь приблизиться к Господу, ты теряешь возможность. И так, тем не менее, мы видим, что Бог говорит, пойди и возьми себе жену-блудницу. И может ли Бог вообще требовать от своих слух, от своих детей вот такие странные вещи? Вы знаете, что если мы читаем Писание, мы можем увидеть вообще, ну, что Бог иногда поступает странно. Например, Он говорит Аврааму, возьми своего сына Исаака и принеси его в жертву. Нормально звучит? Не, ну, мы знаем конец, но вы подумайте, что думала Сара о своем муже, когда они уходили вместе? Маньяк? Согласитесь, да? А по-другому не подумаешь. По-другому не подумаешь. Просто какой-то ненормальный дед, который уже на старости свихнулся, маразм у него начался, забрал сына, единственного, которого всю жизнь ждали, пошел приносить его в жертву? Ну, однозначно. Мы знаем, что Господь не допустил этого действия и слава ему. Мы читаем у пророки Иезекиили. Этот вообще был очень интересный персонаж. Если вы внимательно читаете Иезекииля, иногда хотя бы, вы можете увидеть интересные приключения его. Например, Господь говорит, значит так, Иезекииль, приготовь себе пшеницы, приготовь себе зерна, а ты будешь лежать на боку год. Нормально звучит, да? А будешь пищу себе готовить на человеческом кале. А тот говорит, какой ужас, это же не чисто. Он говорит, ладно, тогда не на человеческом, на коровьем. Вы просто представьте, что это было. Тем не менее, Бог говорит, ты будешь знамением для них. Потом Он говорит ему, пойди купи пояс, опояшься, пускай они видят новый пояс, потом его спрячь в виду сынов израилевых, а потом откопай, пояс придет в негодность, и Он говорит, так будет Иерусалим, и так далее, и так далее. Образы, Бог использует такие потрясающие образы. Потом Он говорит Иерусалим, Иерусалим, послушай, начни средь белого дня переселяться. Выломай стену, собери свои вещи, котомки и маленькие собачонки, да, и переселяйся. И когда они станут и будут смотреть и спрашивать, а что ты делаешь? Ты говори, вот так Господь будет производить с вами. Итак, мы видим, что Бог использует вот такие потрясающие, потрясающие примеры того, ну, которые, что своей мысли, то есть иллюстрации, которые не могут оставить просто так человека без внимания. И вот начало служения оси. Иди и возьми себе жену-блудницу. Ну, вы знаете, если посмотреть реально, то неизвестно, была ли она блудницей с самого начала, ну, то есть известная на 100-метровке в того времени, или она начала блудить позже. Есть разные мнения исследователей и ученых на это время об этом времени, вообще об этой ситуации. Кто-то говорит так, да, возможно, она не была блудницей, но начала блудить, и Бог знал это, потому что дети блуда, это дети оси, которые родились от нее после. Понимаете, да? То есть она была простой девушкой, но, скажем так, склонна, склонна не слушаться Господа. Следующий вариант, она была таки, да, и таки он взял их, но написано, что все же она родила ему детей, дальше, во второй, третьей главе, и там их имена они несли также определенное послание для Израиля. И потом мы видим, что Бог меняет их имена, это тоже было послание с нелюбимой на любимую и так далее, и так далее. Возможно, есть такое мнение, что Гомерь, а так ее звали, она была храмовой блудницей, и на то время не считалось это, собственно говоря, блудом, с точки зрения тех народов, которые там жили, то есть она могла быть девушкой, которая служила в храме, понимаете, да? И с точки зрения народов она была молодец, а с точки зрения Бога она таки была блудницей, понимаете? В любом случае, я думаю, что было о чем подумать, потому что нужно понимать, что все это происходило в достаточно закрытом обществе, ну, скажем так, люди жили тесно, сейчас, если мы говорим о большом городе, например, такой, как Одесса, то вы знаете, что в Одессе много есть как бы вот так, да, как у нее, ну, как она, и все сложно, как говорится, но мы же не знаем этих людей, правда? И это скрыть достаточно несложно, и такие девушки, они выходят замуж, и как бы даже никто может об этом и не узнать, потому что мы живем в большом обществе, правда? А девушки эти работают в определенном как бы узком кругу, да, в определенное время суток, в определенных местах, и определенная категория людей знает о них, но тогда было по-другому, тогда все все знали, тогда все все понимали, тогда нельзя было это скрыть, и это был позор, это был позор. И так, мы понимаем, что достаточно серьезный поступок, на который Осия, тем не менее, решился, и у него рождаются дети от нее, и их имена они несут, как я уже говорил, послание для народа, Бог несет весть. Далее, когда мы читаем эту историю, мы увидим следующее, через некоторое время, когда она родила третьего ребенка, Осия, она оставила его, она просто ушла блудить, в храм, валом поклоняться, вы представьте, что творилось в сердце этого молодого человека, да, вот он, дети, которых она ему оставила, при этом он пророк Божий, и люди знают о том, что он пророк, и люди понимают, что происходит, и вы знаете, что интересно, что когда мы смотрим на главы Осии, мы видим, что на самом деле, она не была для него наказанием, он любил ее, вот как это не странно звучит, но когда мы, например, читаем третью главу, Бог обращается к Осии, он говорит, что пойди полюби жену, которая блудит, но которую любит муж, пойди ее снова полюби, пойди снова обнови завет с ней, пойди снова имей взаимоотношение с ней, и Гомер грешит, и она абсолютно не стесняется того, что она делает, нету такого состояния, что я спрячусь, что обо мне скажут люди, это все делается открыто, просто, и как бы, как хочу, так и делаю, и ничего вы мне не сделаете, и первая-вторая глава Осии, его послания, они переполнены болью, переполнены страданием, через которое он проходит, он разрывается между справедливостью и любовью, это драма, друзья, хотите сериал, пожалуйста, читайте пророков, это драма, люди умирают, люди рождаются, люди влюбляются, разводятся, расходятся, просто я вам говорю, еврейский сериал, это драма, он переживает о том, что там, что происходит, и даже, когда они живут отдельно, даже, когда она служит Ваалом, Осия периодически приходит и смотрит за ней, представьте себе мужа, который стоит и смотрит где-то со стороны, как его жена, чьи трое детей у тебя дома, она просто, эх, разгуляй, да, и написано так, интересная мысль такая есть, что в это сложное время, Осия продолжает заботиться о ней, он дает ей хлеб, он дает ей вино, только знаете, что, она не примет от него прямо, она не хочет его видеть, поэтому он общается с теми любовниками, которыми, к которым она ходит, и он передает через них этот хлеб и это вино, представляете, как это выглядит, да, и когда они приносят ей это, она берет, радуется и говорит, слава Ваалу, который дает мне хлеб и вино, потому что Ваал приносит это, потому что Ваал был идолом плодородия и обеспечения, и где-то там далеко стоит Иосия, который смотрит на все это, который у вас сердце разрывается, который находится в завете с этой женщиной, который любит ее, как вам такой триллер? Это пророки? Читайте пророки, друзья. Итак, 2 глава, 6-й, 8-й стих Осии. Зато вот, я загоражу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь, а не знала она, что я, я давал ей хлеб и вино и елей, и умножал у нее серебро и золото, из которого сделали истукана вала. Понимаете, да? Он говорит, что я давал ей, но не знала она, что я заботился о ней, она делала истукана вала, она служила ему, хотя в сердце своем она понимала, что, ну, есть муж, да, и приходит такой момент, когда ты хочешь погнаться за какими-то любовниками, но ты уже неинтересна, ты старая, ты некрасивая, ты использованная, понимаете, да, они говорят, послушай, есть молодые, иди отсюда, и ты понимаешь, что ты никому не нужна, она говорит, я вспоминаю о муже своем, я вспоминаю о том, как он меня любит, вы представляете, что творится в сердце этой девушки, этой Гомере? И конец этой истории очень печален, прошли годы, красота увяла, как там поется в этом одесском романсе, все, что было, все, что пела, все давным-давно истлело, да, вот так и в нее произошло, однажды Осия встретил ее, встретил интересное месте на рынке рабов, вы знаете, ее продавали там, голую, страшную, никому не нужную, и написано, что он купил ее, за полтора ведра пшеницы и ячменя, ну, что-то так примерно, то есть, цена была очень никакая, вы понимаете, никому не нужна была, и он приобрел ее как рабыню, свою жену, привел ее в свой дом и начал говорить к ее сердцу, приобретать ее сердце, исцелять ее сердце после всего того, что произошло в ее жизни. У меня большой вопрос, что произошло в его жизни, что нужно было иметь, какую любовь, какое принятие, чтобы принять ее обратно как жену. Он имел право развести с ней, вот так. Справедливости, да не вопрос, побить камнями. Если мы говорим о какой-то справедливости с точки зрения Писания, Писание было ясно и просто в этом вопросе побить камнями, наложить большую кучу всем. И поверьте, были те, кто бы участвовал в этом с радостью. Итак, вот что мы читаем в 3 главе, фактически все 5 стихов. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую. Иди, полюби женщину, любимую мужем». Видите, да? «Но прелюбодействующую. Подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их. И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя и пол хомера ячменя. И сказал ей, «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без Эфода и Терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога Своего и Давида Царя Своего и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни». Итак, история Осии. Несколько важных моментов, которые нам нужно собрать с вами. Северное Царство. Люди, отступившие от Бога. Люди, которые начали поклоняться Ваалу. Люди, которые забыли своего мужа, своего господина, того, с кем они находились в Завете. Их падение было сокрушительным. Но что мы можем увидеть? Осия точно знает, какой будет его жена до того, как это все началось. Друзья, услышьте, это очень важный момент. Он осознанно с ней заключает завет, зная, какая будет жена. Он знает, что она будет неверная. Он знает, что это будет позором. Он знает, что все будут смотреть в его сторону и говорить, посмотрите, посмотрите, это тот глупый дурачок, которого жена блудит. Он знал это. Он страдает и терпит ее. Он проявляет милость, любовь во время ее отступления. Он долготерпелив, ожидая, когда она ударится одно в своей жизни, для того, чтобы поднять ее с этого дна. Подобно отцу, который ожидает блудного сына, который ударится об корыто с рожками и скажет, все, уйду к отцу своему обратно. Там хотя бы там вообще рабы, слуги его едят лучше. Мы видим, что это та же самая история с Гомерь. Ударилась о рынок рабов, куплена за бесценок, недостойна любви, почитания и недостойна завета. Но мы видим, что Осия ждет, и он имеет в своем сердце готовность принять ее обратно. И из этих мест Писания мы видим, что это послание, оно направлено как к поколению Осии, так же и тем, кто ожидает царя Давида в будущем. Когда будет восстановлено одно царство, когда будет восстановлен один народ, когда будет восстановлено истинное, правильное поклонение перед Господом. И мы знаем из Писаний Нового Завета о том, что это произойдет обязательно. И Израиль будет восстановлен, несмотря на все те уровни отступления, позора и всего того, что происходило через века. Бог ожидает этот народ и хочет принять его. И в нужный момент он заплатит сколько нужно. И взаимоотношения глубокие, заветные, они будут в жизни этих двоих, Бога и его народа. Друзья, это сильное послание, которое оставляет нам Осия. Здесь удивительно показано сердце Бога к тем, кто находится с ним в Синайском Завете. Согласитесь, для нас очень приятно было бы услышать эту историю, если бы речь шла о Ишуа, правда? Ведь когда мы читаем Ветхий Завет, когда мы читаем Тору, Танах, мы говорим, помните, то, с чего мы начинали, у нас есть определенные клише нашего представления о том, что Бог Ветхого Завета, Бог Синайского Завета, это Бог требовательный и немилостивый. Он дает заповеди и говорит, либо, либо, либо ты их исполняешь, либо приходит наказание в твою жизнь, правда, да? И в противовес этому мы говорим о Бритхадаша или Новом Завете, и мы говорим, ага, а у нас есть благодать и милость, нас Бог любящий, Иисус, прощает наши грехи, но знаете, что? История Иосии показывает немножко другой характер Бога. Бог, который смотрит на Израиль, и он знает, что Израиль будет грешить. Бог, который смотрит на человечество, и он знает, что человек не удержится, что придет момент, и грех, и этот блуд, и нечистота, она возьмет вверх, но Бог говорит, я подожду, мое сердце готово вас принять, даже если вы этого не достойны. Бог заключает свой завет, Синайский завет с израильским народом, не тогда, когда они сделали что-то хорошее в этом завете. Он заключает свой завет с рабами, которые ничего хорошего не сделали. Посмотрите книгу Исход, никто из них ничего хорошего не сделал, но Бог начинает процесс освобождения, Он начинает процесс исхода от греха, хотя никто ничего хорошего не сделал. Он предлагает свой завет, Он заключает свой завет, хотя Он понимает, зная будущее, настоящее прошлое, что произойдет. Но Его любовь и верность, она настолько сильна, что Он готов подождать, потому что Ему важно сердце человека. И даже если вокруг казалось израильтянам периодически, что айда хорошо, айда ваал, Бог, Он как осия стоял в сторонке и говорил, вы не знаете, кто на самом деле посылает нам вам вино и хлеб, кто заботится о вас, кто принимает настоящее участие в вашей жизни. Послушайте, это очень важно понимать, друзья, очень важно понимать, потому что весь путь исхода это путь борьбы и путь разочарования. Мы видим Израиль как эту молодую девушку, которая жить толком не умеет. Вот они вышли, отлично, все получилось, фараон и войско его утонули, и тут же через три дня начинаются кардибалеты. Хочу то, хочу это, хочу почему, давайте все, хочу перепелов, на тебе перепелов, не хочу перепелов, на тебе вот это, на тебе то, ужас какой-то, послушайте, но он знал, на что он идет, и он дошел до конца, он повел этот народ, и готов был прощать его и в будущем. Итак, очень интересные есть места, которые мы проскакиваем, давайте мы посмотрим, второзаконие 6 глава 3 стих, крутейшее место, мы часто его используем. Итак, слушай, Израиль, шма, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было, и чтобы вы весьма размножились, как Господь, Бог, Отцов Твои говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Сии суд, постановление законы, которые заповедал Господь сынам Израилевым в пустыне по исшествии их из земли египетской. Шма, Израиль, слушай, Израиль, а следующее, что написано? Старайся исполнять. Вы обращали внимание на это выражение? Скажите, пожалуйста, в чем разница между фразой старайся исполнять и исполняй? В шансе не исполнить. Увидьте, вы знаете, что если вы посмотрите в симфонию, вы увидите целый ряд таких мест писания. Мы проскакиваем их. Ветхий Завет, это Бог такой злой, требовательный, им невозможно исполнить, и все, и поэтому они обречены. Новый Завет послушайте, люди, написано старайся. Когда я говорю своим детям старайся, я подразумеваю, что не все получится. Правда? Мы говорим, он сидит над прописью, я ему говорю, пиши красиво, старайся. Но я же понимаю, что он не напишет, потому что он маленький, правда, рука не поставлена. Это нормально для такого человека в таком возрасте и с какими-то заданиями? послушайте, вот это старайся, она дает мне надежду на то, что к моим слабостям, к моим проколам, к моим ошибкам, к моим падениям будет явлена милость. И дальше, когда мы читаем второзаконие, 6 главу, вы увидите перечисление заповедей, которые известны для нас, как 10 заповедей, да, они в нескольких местах повторяются, основные понятия, он говорит, старайся, но мы пропускаем и говорим, исполняй. Понятно, хорошо, если ты исполнишь, но написано старайся, прилагай усилия, это не значит, что ты, ну, можешь и не стараться, можешь и ничего не делать, абсолютно нет, это значит, я беру ответственность, но делаю, как могу, это значит, я прилагаю усилия, но есть тот, кто явит милость для меня. Итак, мы очень хорошо усвоили это понимание в контексте Нового Завета, но подчас мы не готовы принять это же понимание в контексте Синайского Завета, в контексте Танаха, в контексте Торы. Мы не готовы увидеть Бога Милующего, хотя, если мы рассмотрим законы, которыми был окружен этот Завет, мы увидим очень много милости, нам легче видеть суд, но знаете что, в любой момент Осия мог воззвать к суду, но он ожидал милости, он был готов проявить эту милость, он страдал, он страдал и переживал, это было позором для семьи, это было позором для его родни, для него лично, для его служения, для того, кто он есть, точно так же, как Бог страдал, глядя на Израиль, потому что люди говорили, вот это народ великого Бога, не смешите меня, посмотрите на них, чем они отличаются, да они же такие, сякие и так далее, да, но они все равно народ великого Бога, они те, кто в завете с ним, они те, кому он небезразличный, Бог, он смотрит на них, он принимает участие в их жизни, и вы знаете, что Гомель, она наказала сама себя своими поступками и тем выбором, которые она делала ежедневно, было много боли, но было и прощение, такова история Израиля, и вы знаете, что много было таких периодов, когда народ забывал своего Создателя, напрочь забывал, но Бог их не забывал, заботясь о них и переживая, и так, как мы можем применять это сегодня с вами, как мы можем использовать вот это понимание в нашей ежедневной жизни, прежде всего, друзья, пониманием того, что Бог поместил нас в реальность Нового Завета точно так же, как и Гомерь, не заслуженно. Мы с вами, верующие, находимся в Завете, да, и сегодня у нас причастие, мы будем говорить об этом еще больше, но вы знаете, что мы не заслужили находиться в Завете. Сначала Он ввел нас в Завет, а потом Он нам объяснил условия Завета, правда? Мы с вами растем, как верующие люди, мы все больше и больше узнаем, что такое быть в Завете с Богом. Точно так же, как молодая девушка, когда она выходит замуж за мужа, она представляет себе Завет по одному, согласитесь, да? Кофе в постели, он будет мне на руках носить, платье покупать, и все такое, будет всегда говорить, да, любимая, и все такое. Но со временем и очень быстро, оказывается, Завет выглядит по-другому. Кофе в постель он хочет, правда? И все остальное. Вот как происходит становление молодой жены, вот как происходит становление матери. Точно так же мы входим в Завет Божий в контексте Нового Завета, мы не до конца понимаем, о чем речь. И правила игры становятся известны немножко позже в более интересных нюансах и деталях. Тем не менее, он сначала поместил нас, а потом научил, как и учит, как нам угождать ему. И смотрите, что написано во 2 Тимофея 2.15. Старайтесь представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. Вы заметили знакомое слово, да? Старайтесь. Давайте еще одно место. 2 Петра 1.10. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. Иными словами, старайся. Услышьте, то же самое послание, тот же самый Бог, что в Синайском договоре отражает свои качества характера в новом договоре здесь вместе с нами. Старайся исполнять. Что мы видим дальше из этой истории? Как нам применить ее? Примите себя как того, кто имеет право на ошибку. Друзья, очень часто мы не даем себе такого права. Я не призываю вас к тому, чтобы расслабиться и сказать, ну, слава Богу, теперь я могу грешить. Официально получил разрешение? Абсолютно нет. Но просто адекватно смотрите на свою жизнь. Вы те, кто учится, будьте старающимся. более и более написано. И так поступая, вы не приткнетесь. Почему? Потому что вы стараетесь. Приткнетесь вы тогда, когда расслабитесь и скажете, ну, так он все равно любит. Он готов проявлять милость и прощение. И вы знаете, что иногда человек, он перестает стараться и он теряет это спасение. Он теряет взаимоотношение завета. Он гибнет во грехе. И он проходит определенную черту, за которой он не может быть восстановлен. Когда человек осознанно навсегда разделяет себя с Господом. И иногда в такие времена Бог применяет крайние меры. Они могут выглядеть по-разному. Для того, чтобы душа человека, она была спасена. 1 Коринфянам, 3 глава, 11 и 15 стих. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строят ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы, каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого. каково оно есть. У кого дело сгорит, у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. А вот ты, вау, вот это вот именно вот за, вот это я тебя точно спасу. Каждый строит. У кого-то сено, у кого-то солома, у кого-то какое-то другое вещество, из которого созидается дом, но он строит, он прилагает усилия. И придет время испытания, время огня. И даже если твои старания, они были такие, как солома, которые вот так, но ты искренне вот в своем понимании понимал, что дом должен быть из соломы, искренне, да, мы говорим о чистом мотиве, когда ты делаешь то, что делаешь. Бог говорит, все равно я явлю свое спасение, как головню из огня я вытяну тебя, но ты будешь спасен. А вы старайтесь строить так, чтобы дом был славный, чтобы дом был великий, чтобы это принесло честь тому, кто все устраивает Господу, и тогда вы не будете этой головней, но будет и честь, будет и награда, будет радость. Почему бы не попробовать? Почему бы не открыть свое сердце для такого строительства? Итак, что мы можем увидеть? Понимание Божьей любви не освобождает нас от ответственности, которая у нас есть в завете. То, что мы знаем, что он нас любит, не освобождает нас от ответственности каждого человека, кто находится в взаимоотношении завета с ним. Вы знаете, что Гомерь, она вернулась из Вавилона, и это еще один, вернее, Гомерь вернулась домой, это еще один урок, но далеко-далеко не все израильтяне вернулись из Вавилона домой. История Гомери, она уникальна, потому что у нее был любящий муж, который ожидал ее, но не всякая Гомерь возвращается к своему мужу, не всякие взаимоотношения можно восстановить. Друзья, есть опасность расслабиться и потерять спасение, есть опасность просто жить так, как тебе хочется, заиграться грехом, и в какой-то момент вы можете обнаружить себя где-то очень далеко, откуда нет выхода, откуда нет возможности, когда твое сердце оно настолько может огрубеть, что ты не будешь обращаться к Богу, считая это вообще ненужным и неважным. Итак, какой итог мы можем подвести? любовь Божья она больше нашего представления, она нелогична, она милостива, она не опирается на справедливость, она опирается на милость. И у нас есть возможность стараться, но это не должно оправдывать наше бездействие, это не должно расслаблять нас. Бог был милостивым всегда, как во время Синайского Завета в Танахе, так и во время Нового Завета и сейчас. Тот же Бог, та же милость, та же любовь. Очень важно посмотреть сейчас на свою жизнь и поразмышлять, какой материал я использую для строительства. Есть ли вообще у меня строительство? Может быть, я пасочки леплю из песка, а может быть, я действительно затеял нечто великое, какую-то стройку. Из чего состоит моя жизнь? И если мы с вами еще не на рынке рабов, то будем ли мы уверены сегодня, что мы в доме, в котором нас любят? Иными словами, если мы не окончательно пали, не значит ли это, что, может быть, все же мы не имеем должных отношений, которые должны быть в завете? Не ждите, не ждите этого удара о землю, не ждите этих потрясений, которые пережил Израиль во время сирийского пленения, которые пережил Осия, которые пережили многие-многие люди, потому что вы знаете, этот сценарий он повторялся в жизни израильского народа снова и снова, из поколения в поколение. Лучше стараться сегодня, чем страдать завтра, тем более, что милость его, она всегда готова проявиться каждому из нас. Пускай вас Господь благословит, иметь сердце мудрое и ценить те взаимоотношения завета, в которых вы находитесь. Никто из нас этого не заслужил, но он нас полюбил, принял и готов помогать нам в нашем строительстве. Аминь. Давайте мы встанем на наши ноги и помолимся. Святой Израилев, мы все благодарим Тебя за Твое принятие, которое, Господи, больше нашего представления о самих себе, о людях. Мы благодарим за завет, который, Боже, Ты заключил с нами. И мы сегодня, Боже, будем вспоминать этот завет. Мы будем прикасаться к Твоей святыне, Господь, прикасаться к телу Твоему, Боже, прикасаться к крови Твоей, переживать эту близость. Господь, мы благодарим Тебя, что это вообще возможно для нас, что это реально для нас, Господь, потому что не работает это просто. Мы не заслужили, не заработали. Ты помиловал нас, и мы благословляем Тебя. Прости нас, Боже, за те моменты, когда мы пренебрегали заветом, когда мы, Господь, смотрели и пытались заслужить Твою любовь. Боже, она не заслуживаема, она просто есть в нашей жизни, потому что Ты послал ее. Боже, мы принимаем жертву Ишуа, как то, что произошло по милости. Мы принимаем, Господь, эти взаимоотношения завета, как то, что пришло по Твоей любви, Боже. Мы упорствовали, отступали, но Ты принял нас. Спасибо Тебе. Помоги нам иметь это благодарное сердце. Помоги нам иметь, Боже, вот это наполненность Тобою. Научи нас, как стараться. Научи нас, как делать. Научи нас, Боже, приближаться к Тебе и угождать Тебе. Мы благодарны, Господи, что Ты принимаешь нас, любишь нас и благословляешь нас. Благодарим Тебя, Святой Бог Израилев. Аллилуйя! Тебе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok